Русские имеют полное господство на поле боя. У украинцев нет противовоздушной обороны, достойной этого названия. Русские наносят удар по любой цели, по которой они хотят. У них очень хорошая разведка, настолько хорошая, что когда Северный военный округ Украины решает провести встречу. Собрание, чтобы поговорить о том, как мы собираемся организовать оборону Северной части. Русские узнали об этом и поставили не одну, не две, а три ракеты-невидимки на цель, убив их. И это происходит снова и снова и снова. Украинцы не могут встретиться. Они не могут собраться. Они не могут организоваться. Все, что они могут сделать, это умереть. И они умирают в необычайно больших количествах. Они не могут удерживать что-либо на передовой, где прямо сейчас идут ожесточенные бои. Украинцы ввели в бой три своих лучших подразделения. 67-я механизированная бригада, которая раньше была головорезами правого сектора, которые бегали вокруг и избивали людей. Они организовали их в механизированную бригаду, 25-ю воздушно-десантную бригаду. Вот и все остальные нацисты, которых они запихивают туда. Эти три бригады были отправлены в бой. 25-я бригада сдается. Они добрались до линии фронта и сказали, мы сдаемся. Мы не хотим умирать. Мы уходим. Так что прямо сейчас они расформироваются. 67-я бригада сказала, мы даже не двинемся туда. А третья бригада, азовцы-нацисты-фанатики, они сказали, мы не только не двинемся туда, мы уйдем оттуда. С нами покончено. С нами покончено. Мы больше не воюем на вашей войне. И вот что происходит. Украинская армия теряет боевую сплоченность. Сейчас мы уже некоторое время говорим о коллапсе, на всякий случай для всех вас, людей, которые не понимают, что это значит. Коллапс – это процесс. Хорошо, начнем сначала. Давай поговорим о веревке. У нас есть веревка, удерживающая, знаешь ли, леску, и эта веревка – толстая пеньковая веревка. Процесс коллапса начинается, когда мы с горландом берем нож и начинаем ее брить. Видишь ли, это процесс коллапса. Потому что мы ослабляем эту веревку. И вот что делали русские, они брили веревку. Сейчас то, что делает Украина, это получает помощь в виде нити. Они приходят в места, где мы побрились, и обматывают веревку, пытаясь ее починить. И вот мы бреемся, они обматываются, когда мы бреемся больше, чем они могут обмотать. Веревка начинает ослабевать. И в какой-то момент умные люди смотрят и говорят, что прочность этой веревки на растяжение, способность поддерживать целостность этой линии начинает ослабевать. И в конечном итоге количество нитей станет слишком маленьким, чтобы удерживать ее, и она порвется. И тогда, когда это произойдет, все это рухнет, и все, что вы пытаетесь держать, хлынет через край. Это вот-вот произойдет. Но скоро, потому что это невозможно, когда вы смотрите на все, все, что мы предсказывали, происходит прямо сейчас. Все это вот-вот рухнет. Здесь нет никакой сплоченности. Здесь нет ничего. Русские буквально взрывают все, что захотят. Но русские решили, потому что, поймите это, украинцы многому научились у русских. У них очень тяжелые минные поля. Почему русские просто не прорвутся сквозь них? Потому что они не хотят умирать. Так что они просто не пойдут, эй, давай, бум на мине. Россия не занимается этим, вопреки тому, что говорят британская разведка и западные СМИ, Россия не занимается человеческими волнами и не разбрасывается жизнями. Так что их атаки очень продуманные. Они рассчитаны на то, чтобы сократить потери русских и максимизировать потери украинцев. Еще одна вещь, которую делают украинцы, и опять же это связано с некоторыми обсуждениями, которые у нас были в прошлом о новом лице войны, заключается в том, что они просто наводняют зону беспилотниками. Они просто наводняют зону беспилотниками. И никто не придумал адекватного решения проблемы дрона с видом от первого лица. Я не знаю, сколько видео вы видели о том, как беспилотник гоняется за парнем по кругу. И мне жаль этого парня, даже несмотря на то, что в некоторых случаях он украинец, потому что я имею в виду, как ты думаешь, что ты чувствуешь. Ты находишься там наверху, и этот беспилотник вылетает, и ты ничего не можешь сделать. Ты стреляешь в него из своего оружия, но это сложно. Ты знаешь, что это небольшой беспилотный летательный аппарат с пулеметом, в который трудно попасть. Твое сердце бьется, ты дышишь, ты видишь, как беспилотник приближается. Ты начинаешь бежать, а операторы беспилотников просто играют в игры. Это как кошка, играющая с мышью. У меня две кошки. Прямо сейчас они идут в поле. Весной и осенью появляются мыши. И время от времени я вижу, как они там внизу кладут лапу на мышь, отпускают ее, а затем снова бьют по ней. Операторы беспилотников играют с этими людьми, как кошка играет с горой. В конце концов они устают, ныряют, бац, и ты мертв. Если украинцы очень хорошие операторы беспилотников, и когда они наводняют зону беспилотниками, это создает проблему для русских. Поэтому русским приходится делать паузу, отступать и переходить к контрстратегии с беспилотниками, на разработку которой требуется время. Вы должны собрать разведанное, вы должны своевременно привлечь ресурсы к цели, а затем вы можете продвигаться вперед. Так что все эти вещи в совокупности приводят к медленному обдуманному движению вперед. Но это неизбежно. Это нельзя остановить. Это не будет остановлено. И в конечном итоге перед ними ничего не будет. И они просто будут продолжать в том же духе. Вот в чем мы сейчас находимся. Вот что происходит сегодня. И никакая помощь со стороны Запада не сможет это остановить. Они могут вызвать проблемы. Смотри, если на Украину нападут с помощью ракет, некоторые из них доберутся до фронта. Некоторые из них будут запущены. Некоторые из них поразят свои цели. Они убьют русских, но это не изменит результат. Ничто не изменит результат. Они могут даже обрушить Керченский мост, о чем они все время говорят, что хотят это сделать. Это не изменит результат. Ну, это изменит результат, потому что русские возьмут доски, которые они держали в стороне, чтобы восстановить Украину, и измельчат их в щепки.